Лещары, короче. Сноски мои. Всё, так сказать как. Немножко сформировали такую площадочку. В эту площадочку погружаем крючок. Вот он, красик. Не худого такого формата, так сказать. Опять лось, ёшкин кот. Уже с другой стороны. Я сразу разлягусь, чтобы будет всё хорошо. Друзья, всем привет. Меня зовут Александр. Кто не знает, канал мой Рыбалка Саин. Приветствую всех, кто первый раз на канале. Кто уже не первый раз. Спасибо, что заходите. Ребята, карась пошёл. Вчера я уже проверил. Ещё ролик в монтаже. Первых красавцев килограммовых я уже вчера мне удалось поймать. Немного, но не начинает. Не начинает, дорогие друзья, клевать. Поэтому всё, вперёд. Надо продолжать, надо продолжать. Проехал мимо канала, никого нету. Это пугает, дорогие друзья. Но не меня. Уважаемые друзья, ещё раз здравствуйте. Сегодня рыбалка на Зеленоградском канале. Сегодня шок рыбалка на Зеленоградском канале. На самом деле, я был в шоке по окончанию, что рыбы количество поймал неимоверное. И эта рыба, она просто меня сегодня извела. Я в шоке, честно говоря, что такое количество эта рыба стала попадаться так вот спокойно на поплывок, на удочку. Так что посмотрите, уважаемые друзья. Поставьте лайк и подпишитесь. Прекрасный день, конечно. Восток дует, восток ветер, так сказать, так себе. Многие знают, что восток дело тонкое. Прибыл, дорогие друзья, на место прибыл я. Вот, ещё, в принципе, рано. Сейчас можно сидеть, так сказать, чего-то ждать, расслабляться. Тем более, у меня вон кресло. Сейчас разлягаюсь, тут будет всё хорошо. Вот в таком месте буду заросшим ловить. Вот, в принципе, всё. Сейчас буду, покажу, как я всё-таки насаживаю хлеб, потому что многие до сих пор не могут понять. Это очень важно, на самом деле, те, кто ловит на эту насадку. Паса, главное, не забыть собрать. Если тесто получилось не очень, так сказать, густое, что ещё жидко, то я немножко добавляю муки, так визуально, чтобы в процессе, так сказать, любого движения, тесто, оно вот эту вот слабость, так сказать, в вязкую жидкую собирало. Вот, внутри там нормальное тесто. То есть, оно не загустеет, не станет твёрже. Вот. А ещё не даст, если в пакетике перевозить, не даст ему дальше, так сказать, разлагаться, становится более жидким, так сказать. Ну вот, а тут, хоп, оторвали фракцию, что-то где-то раз подмешали её, влагу убрали с теста. Всё, пожалуйста, потом уже формируйте. Очень удобная вещь, на самом деле, кто не знает, дорогие друзья. Ну вот так вот приблизительно у меня будет сегодня мои ушки вот так вот стоять в таком направлении. Сейчас там закормим всё, вообще будет огонь, ребят. И будем только ждать, надеяться и, как говорится, верить. Подсак я ложу в обратную сторону, чтобы мне тут не мешался. Так, поклёвка случилась, взяли его, ну, надо вот только весло. Передел маски мои. Всё, так сказать, как в детстве. Поплывочек, перышко. Лесочка у меня 0,14. 0,16, такие приблизительно, в зависимости от кого. От того вот, сегодня будет, например, сазанчик ливать 0,16 поставить. Оторвёт, ну и бог с ним. Вот такие вот крючочки у меня. Вот такой фирмы, дорогие друзья. Вот если здесь другая, другой номер нумерается. Но эта фирма мне очень приглянулась. Я, честно говоря, рад, что такие крючки у нас продаются в продаже. У нас зеленоградский приобрёл. Это мотовило. У меня с нас много разных. На разные случаи, так сказать, оторвал. Взял удочки у меня маховые, вы видите. Для меня тут больше, так сказать, удовольствие приносит, всем, например, те же колечные и баллонки, и мачтовые удилища. У каждого своё назначение. Здесь у меня коннектор на семёрочке. Ну, на глухой снасти. И всё, и пошла-поехала. Всё заранее, соответственно, дома подготовлено. Сделано, чтобы на воде уже только пришёл, прицепил и ловишь. Поплывочек крепление, вы видите, как у меня формируется. Всё просто. Казалось бы, да, друзья? Ну, тем не менее. Небольшой подпасок внизу и остальные весовые чуть повыше. Поводков отдельных я тоже не вижу. Ну, так вот я вот люблю так, короче. Ну, практически, так сказать, сказка, дорогие друзья. Всё вроде настроил. Даже подкормил. Кормил я сегодня, по-моему, это был Дунаев. У меня чесночный вкус. Каша пшённая с Дунаевым. Вот. Готов ко всему. Что-то такое. Плотово мне попалось. Ну, плотово я в этом году ещё не ловил на канале. Покажу, как это происходит. Я про то, как насадить правильно хлеб либо батон. А батон, желательно, такой вчерашний, так сказать, да, понимаете. Вырываем из него вот такую приблизительно фракцию. На такую фракцию батонок. Подправляем вот так вот. Вот так вот его. Немножко сформировали такую площадочку. В эту площадочку погружаем крючок и зажимаем его не слишком сильно с обратной стороны. Объясню. На цевье мы зажали, он там будет приклеен. А здесь этот пушок, он надуется водой и будет отваливаться, рассыпаться в воде. Привлекая тем самым рыбры бы попробовать, что вкусненько. И остальное всё это дело съест. Ну, так вот, дорогие друзья. Пробуйте, мучайтесь. Ух ты, ёканый бабай, оторвал ты. У меня почему-то оторвался. Пора уже. Время до 6 часов. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Это кто у нас? Слышный лещ. Это подлещик. Вот такой подлещик. Ну, вот, в общем, он маленький. Давайте. Оп, стоп, стоп. Ну, это всё понятно. Это маленькая густера. Да, подлещики подлещики подлещики. Ну, таких надо отпускать. Вон туда. Давай. Оп. Вот он, да. Вот он. Вот он. Некрупный, но, зараза. Упёртый. Нормально там. Вот так вот. Вот так вот. Нехудого такого формата, так скажу. Вон там поклёвка. Опа. Ёшкин кот, а. Это капец. И что делать мне? Пока я не знаю. Блин. Так, я тут заканась. Вот так вот. Не минута покоя. Большенький. И он прям отвалился у меня. Ну, давай, 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 давай. Оп, 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 оп. Опа, ёшкин кот. Ёшкин кот, дорогие друзья. Лезь, лезь опять. Слушайте. Таким вещам. И я рад. Ну, а не это худой. Ну, это худой, ребята, худой. Сейчас, дождь, я тебя отпущу. Давай. Давай. Давай, бухи. Ой, ёшкин кот. Там просто вспахивает кто-то всё. Ну, вот ещё более-менее. Более-менее такой лещёнок. Ну, стоп, стоп. Ани лещи сегодня, ёшка. Ну. Ну, давай. Лещи, короче. Никогда бы не сказал, что буду недоволен количеством лещей. Даже несмотря на то, что они худые, их надо выпускать. И если были крупные, толстые, налитые, я тоже был не очень рад, потому что жду его величество карася. А он непонятно где-то отлынил. Что-то ему сегодня не нравится. Вот. До карася. Но за день это не очень. Ну, смотрите, опять электричество у нас. Вот я рано. Я сам рано. Охренеть. Зеленоградский канал. Убосик. Я в шоке. Ну, что-то помыться вышел. Красавчик. Я, наверное, буду заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Вот говорят, есть шок, шок рыбалка. Вот пишут там, да, всякие вот эти товарищи рыболовы, братья наши. Шок рыбалка. Супер там. Все такое. Вот у меня сегодня шок рыбалка. Реально. Не за то, что там, не за то, что прям качественная рыба, но просто шок от того, что сколько леща. Я ни разу не помню, что где столько леща. Кто ловил, он клюет и клюет. И не перестает клевать. Ну, еще, конечно, шок от этого. Он сейчас поклевает опять. И лося увидел. Это шок. Я сколько здесь ловлю, живу здесь. Ну, чтобы лось вот так вот в воду пошел, полез, помылся. И назад, так сказать, на берег улиц. Я первый раз вижу такое. О, друзья, ну рыбу потом покажу уже на берегу. Вот сейчас, смотрите. Ну, мимо губы. Слава богу. Карась особо и не упирается, наверное, не кормится. Что-то его волнует. А что-то его волнует. Просто смена погоды обещает. В ближайший день после завтра, по-моему, будет. Ну, это как один из факторов, что клев его такой сегодня. Мягкий. Мягко скажу. Ну, все, друзья. Ну, он нерест какой-то идет еще. Так что все. Всем добра. Спасибо, кто посмотрел. Особенно, кто до конца досмотрел. Кто лайк поставил вдвойне. А кто на джен, подпишется. В ВК группу вступит. И Рутюб. Это все одно и то же. Рыбалка Саин. Это вообще прям низкий поклон будет, друзья. Ну, все. Пока-пока. Опять лось. Опять лось. Ешкин кот. Лось с другой стороны. Нескончаемый поток лечей. Ну, это вот столько я решил себе взять. Надеюсь, немного. Немного. Ну, это горд prosecution. Сегодня мы, все семья насчет нового.